Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Мы продолжаем нашу серию коротких обзоров шпаргалок при выборе тех или иных подержанных автомобилей. И тема нашей сегодняшней шпаргалки это внедорожник, достаточно популярный на авторичке и при этом в своем классе относительно недорогой. Mitsubishi Pajero 4 поколения. В данном случае наш экземпляр 2011 года выпуска с бензиновым двигателем, объемом 3 литра и автоматической коробкой передач. И по традиции в начале обзора пару слов о кузове автомобиля. Кузов, кстати, в данном случае несущий, то есть рамы как таковой автомобиль не имеет, она здесь интегрирована. Что касается кузова, если говорить про окрас, то 4 Pajero, как и его собрат по концерну Mitsubishi Outlander XL, покрашен достаточно тонким слоем. Стандартная заводская толщина обычно колеблется в пределах от 90 до 120 микрон. Краска легко царапается, кузов быстро покрывается сколами. Соответственно, сколы и царапки могут начать цвести. Не глобально, но тем не менее это присутствует. Соответственно, внимательно посмотрите на места повышенного сколообразования, так скажем, это кромки капота, кромка крыши. На Pajero 4-й генерации также бывает цветут рамки стекол боковых дверей. И в обязательном порядке также посмотрите пятую дверь на предмет коррозии, особенно по ее нижней кромке. Также о пятой двери, так же как и на RAV4, так же как и на УАЗ Патриот. На многих автомобилях, у которых задняя дверь распашная, эта дверь со временем провисает. Петли слабеют, появляется люфт, дверь начинает гулять. Проявляется это может как и непосредственно визуально, то есть дверь перекашивается при открытии, провисает, закрывается с трудом. Также дверь может греметь на неровностях дороги. Каждый решает эту проблему по-разному. Кто-то использует изоленту, прибавляя дополнительной плотности к выработанным петлям. Кто-то переставляет эти самые петли, кто-то занимается регулировками. На форумах огромное количество информации, кто и как этот вопрос решает, но проблема такая есть и встречается это нередко. После того, как посмотрели кузов внешне, автомобиль понравился, обязательно сверьте ВИН-номера и номер двигателя с номерами в документах. Это момент, за который компании Mitsubishi стоит сказать отдельное спасибо, потому что на Pajero 4-го поколения номера расположены в эталонной доступности. Основной ВИН-номер выбит на кузове, на моторном щите посредине моторного отсека. Легко увидеть совершенно в доступе. Дублируется номер на табличке, которая также закрепляется на заклепках на моторном щите с водительской стороны. И номер двигателя на моторах 6G72, как в нашем случае, 6G75. Старший собрат объемом 3,8 располагается в одном и том же месте. Выбит он на вертикальной табличке, отливе, на блоке, на стыке с коробкой передач по правой стороне автомобиля. После сверки ВИН-номеров и номера двигателя переходим к осмотру и обсуждению подкапотного пространства. Под капот Pajero 4 для российского рынка устанавливалось два варианта бензиновых двигателей. Это 6G72 объемом 3 литра, как в нашем случае, 6G75 объемом 3,8 литра. Также сюда мог ставиться дизель, но про дизельные двигатели мы сегодня говорить не будем, поскольку дизель это тема для отдельного и достаточно долгого разговора. Трехлитровый двигатель на Pajero уходит корнями в далекий 1986 год, когда компания Mitsubishi представила новый на тот момент мотор с компоновкой V6. Двигатель на Pajero мощностью 178 лошадиных сил относится практически к самой простой версии 6G72. Здесь на этом моторе из элементов, дополняющих конструкцию, можно отметить разве что наличие гидрокомпенсаторов, зазоров, клапанов. То есть здесь, в отличие от 3,8, где применяется система изменения фаз газораспределения MiVec, нет даже муфт-фазовращателей. То есть мотор действительно очень-очень простой по конструкции. В приводе ГРМ здесь применен ремень, так же как на старшем брате 3,8. Регламент замены ремня ГРМ 90 тысяч километров затягивает с его заменой, категорически противопоказано. Может порвать. На что обратить внимание при осмотре мотора снаружи, в подкапотном пространстве, конечно, на течи масла. Чаще всего на этих двигателях встречаются подтекающие прокладки клапанных крышек. Но это достаточно недорого в устранении и, в общем-то, легко выполнимо. Пару раз, буквально за 4 года, попадались Паджеро с 3-литровыми моторами, у которых подтекало, поддавливало прокладку головки блока цилиндров. Но это не встречается повсеместно. Также по данному мотору стоит отметить, что сам блок цилиндров здесь выполнен из чугуна. То есть он крайне прочный, головки из алюминиевого сплава. Двигатель ремонтопригоден. Поскольку двигатель оснащен гидрокомпенсаторами зазоров клапанов, эти гидрокомпенсаторы могут начать постукивать при больших пробегах. Особенно, если предыдущий владелец не утруждал себя частыми сменами масла. Соответственно, если вы смотрите двигатель и есть стучок легкий при работе со стороны какой-то из головок блока цилиндров, то, скорее всего, это гидрокомпенсаторы. Их можно поменять и эксплуатировать автомобиль далее. Если же вы смотрите двигатель, где стук исходит из самого блока, то от покупки такого автомобиля лучше на всякий случай отказаться. Это может быть связано как с износом поршневых колец уже, то есть юбок поршней, так и с, возможно, провернутыми вкладышами коленчатого вала. Но в этом случае стук будет такой, что вы вряд ли с чем-то его перепутаете. Моторы эти любят качественное моторное масло, качественное топливо и масло менять в нем желательно почаще. Также стоит отметить, что раз в 100 тысяч километров пробега производитель рекомендовал менять свечи. 100 тысяч – это для оригинальных свечей. Замена свечей на данном двигателе – процедура достаточно трудоемкая, так как потребует демонтажа впускного коллектора. В общем, на практике ресурс службы такого мотора – порядка 400 тысяч километров – он вполне способен выходить при должном уходе. Что касается разницы между мотором 3 литра и 3.8 по динамике, конечно, она есть – 178 лошадиных сил против 250 лошадиных сил. Но на бумагах в разгоне до сотни разница в разгоне между версией с 3 литровым мотором и версией с 3.8 – порядка 4 секунд. Однако 3 литровый мотор все-таки более неприхотлив и проще по конструкции. Также в завершение по данному двигателю стоит сказать про расход масла на угар. На 6G72 это присутствует и не считается какой бы то ни было патологией. Производитель установил регламент расхода масла, допустимого порядка 800 грамм на 1000 километров пробега. Какой двигатель предпочесть для себя – решать будете вы. На этом заканчиваем осмотр подкапотки и переходим к осмотру автомобиля снизу. Итак, смотрим Pajero 4 на подъемнике. Что касается ходовой части, здесь в принципе все очень даже неплохо на поджериках. Машины, которые поступают к нам в RDM импорт, как правило, нареканий по ходовой части не имеют. Ходовка крепкая, ресурсная. Из относительно слабых моментов можно отметить втулки переднего стабилизатора. Именно переднего, именно втулки. То есть они ходили из строя где-то на пробеге от 25 до 40 тысяч километров. Сами стойки стабилизатора держатся дольше, порядка 50 тысяч километров. Задний стабилизатор в целом служит полтора-два раза дольше, чем передний. Далее, в передней ходовке крайне редко встречаются изношенные сайлент-блоки передних нижних рычагов. Также не отличались повышенным ресурсом оригинальные тормозные диски. На Pajero где-то к 20-30 тысячам пробега на них начинало появляться биение, люди их протачивали. Но на большинстве поддержанных Pajero я подозреваю, что диски эти уже давным-давно поменены на качественный неоригинал. Что касается рулевой рейки на четвертом Pajero, до появления первых стуков этот узел выхаживал порядка 100-150 тысяч километров пробега. В принципе, зачастую проблема действительно решается регулировкой рейки. Но, тем не менее, если вы покупаете машину со стучащей рейки, будьте заранее готовы к тому, что, возможно, регулировка уже не поможет и вам придется данный узел ремонтировать. К характерным для четвертого Pajero особенностям подвески также стоит отнести и закисающие развальные болты. Происходило это на машинах в возрасте 3-4 года, к удивлению владельцев. Однако, когда автомобилю уже 8-9-10 лет, ну, такое положение дел встречается достаточно часто. Как бы особо бояться этого не нужно. Болты срезали, купили, поставили новые, все, развал выставили. Что касается задней подвески Pajero 4, здесь она многорычажная. Проблем с ней особо не бывает, кроме упомянутого стабилизатора, который также способен выходить порядка 100 тысяч километров пробега. То есть, особого внимания не требует. Что стоит сказать про амортизаторы на Pajero. Оригинальные стойки выхаживали порядка 100 тысяч 120 до замены. Но раньше этого срока может появиться стук ввиду износа сайлентблоков на амортизаторе. В этом случае сам амортизатор менять не нужно, достаточно перепрессовать сайлентблок. Что касается системы полного привода Pajero 4. Здесь используется фирменное митсубишеское коммерческое наименование Super Select. Данная трансмиссия представляет собой, как это лучше сказать, отключаемый полный привод. То есть, автомобиль у вас может ездить как в режиме чисто заднего привода. Вы можете подключить передний привод и двигаться на 4WD, неважно по трассе, по асфальту, на твердых покрытиях, поскольку автомобиль оснащен межосевым дифференциалом. Вы можете этот межосевый дифференциал заблокировать, тогда две оси у вас будут вращаться с одной скоростью. Также на Pajero 4 предусмотрена понижающая передача в раздаточной коробке и блокировка заднего межколесного дифференциала. То есть, автомобиль на самом деле имеет серьезный внедорожный набор. По системе полного привода нареканий здесь немного и они практически не встречаются. Основные отказы системы связаны с обрывами датчиков АБС. Такое попадается достаточно нередко, особенно у владельцев, которые эксплуатируют машину по бездорожью. Естественно, при осмотре автомобиля снизу обращайте внимание, контролируйте отсутствие подтеков масла из редукторов по сальникам редуктора, из переднего и заднего. С задним редуктором связан еще один момент, довольно часто встречающийся на автомобилях с большими пробегами. Выяснять его вы будете на тест-драйве, а тест-драйв проведите обязательно. И не на городских скоростях 40-60 км в час найдите свободный участок дороги, разгоните автомобиль хотя бы до 110. Послушайте наличие трансмиссионного воя или гула. То есть проявляться он может по-разному. Гул может проявляться как под нагрузкой, то есть когда вы давите на газ, гул есть, вы отпускаете газ, машина идет накатом, гул пропадает. В этом случае, скорее всего, изношена сама главная пара редуктора. Но главная пара здесь достаточно крепкая и даже на возрастных пробеговых машинах износ не достигает критичных значений. Второй момент, как правило, связан с недостаточной подтяжкой гайки хвостовика заднего редуктора. Проявляется это в виде троллейбусного гула как раз-таки при движении накатом. То есть пока вы разгоняете автомобиль, машина идет под тягой, под газом, гула нет. Вы отпускаете педаль, машина покатилась и появляется характерный гул. Скорее всего, это гаечка хвостовика, которую надо будет подтянуть. На что еще обратить внимание при осмотре на подъемнике? В начале ролика мы вкратце пробежались по такому аспекту, как коррозия. Коррозия кузова. Но если на Pajero коррозия сверху носит характер чисто эстетический и приятный, то на коррозию кузова снизу надо обращать внимание более пристально. Обратите внимание на состояние порогов кузова и также на состояние топливного бака, который здесь прикрыт пластиковой защитой. Но тем не менее это достаточно уязвимое место и прогнивающие баки на четвертых поджериках попадаются достаточно часто. То есть либо смотрите, чтобы бак был уже ремонтированный, либо будьте готовы в случае чего подремонтировать его сами. И еще один момент касаемо того, что страдает от коррозии на четвертом Pajero, относится к системе кондиционирования. На данном автомобиле система двухконтурная, отдельно передний контур кондиционера, отдельно задний. Соответственно у нас есть испаритель заднего контура, к которому тянутся магистрали через весь кузов по низу. То есть трубки этих магистралей имеют свойство также подвергаться коррозии, поскольку часть этой магистрали проходит в закрытом непроветриваемом месте. Соответственно когда она у вас прогнивает, фреонная система уходит, система прекращает холодить. Вариантов решения данной проблемы несколько. Самый неэффективный, пожалуй, это замена трубок на оригинальные новые, поскольку на дорогах наших, российских, часто попадаются реагенты. Соответственно трубка точно так же через пару лет прогниет. Меняют их либо на шланги высокого давления, и тогда про проблему забывают уже надолго. Либо, как вариант более бюджетный, можно просто отглушить задний контур кондиционирования, останется только один-единственный передний, и эксплуатировать автомобиль так. Здесь все упирается в бюджет и желание сделать все правильно, либо по временной схеме. Об автоматической коробке передач на Pajero 4-го поколения особо говорить нечего. Агрегат надежный, ресурсный, регламент замены масла производителем в коробке 90 тысяч километров вместе с фильтром. Но логично было бы в тяжелых условиях эксплуатации, коими являются любые условия эксплуатации в нашей стране, менять масло с фильтром где-то в раз в 60 тысяч километров. Также во время тест-драйва в обязательном порядке проверьте режимы работы трансмиссии автомобиля. Задний привод полный свободный дифференциал, полный привод блокированный дифференциал, понижающая передача включается через нейтраль. Также проверьте исправность блокировки заднего межколесного дифференциала. По отдельной кнопке он приводится в действие. О, срабатывание сигнализирует загоревшаяся контрольная лампа на приборной панели. Блокировка заднего дифференциала доступна к использованию только в положении понижающей передачи. Подводим итог нашему сегодняшнему обзору. Pajero Sport 4-й генерации это действительно настоящий серьезный внедорожник, несмотря на отсутствие рамы, возможностей которого большинству людей для их повседневных бытовых задач будет достаточно. Здесь есть полноценный полный привод Super Select, есть блокировки межосевого и заднего межколесного дифференциала, достаточно надежный простой двигатель, хорошая коробка передач автоматическая, которая исправно работает долгие тысячи километров. И при всех прочих каких-то недостатках автомобиля Mitsubishi Pajero, в чем-то он конечно проигрывает своему главному конкуренту Toyota Land Cruiser, но основной фактор в данном случае это цена. То есть настолько ли критичны для вас недостатки Pajero, что вы готовы переплатить разницу за тот или иной экземпляр Land Cruiser. Здесь уже решение принимаете только вы сами. Вот и все на сегодня. Спасибо, что смотрели. Если наш обзор был вам в чем-то полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, какие машины вы хотели бы видеть в наших обзорах далее. Всего вам доброго, хорошего дня, пока!